Всем привет! Меня зовут Марта Кантер. Я рада приветствовать вас на своем втором канале Дневник художника. И сегодня у нас начинается девятая неделя по книге Джулия Кэмерон «Путь художника». Представляете, уже девятая неделя. Кто первый раз включил это видео, я прохожу этот путь художника, вам рассказываю по неделям, что мне нравится в главе. Дальше идет сам арт-влог, все творческое, что я делала на неделе и в конце видео. Я делюсь результатами, что у меня получилось и что не получилось. Что же на этой девятой неделе? Возвращаем себе сострадание. Когда творческий человек заходит в тупик свой и не знает, что ему дальше делать, у него не получается творить, то многие из нас сразу же про себя начинают думать, что мы ленимся, что значит я такой ленивый, сижу на диване и ничего не могу делать. Очень плохо о себе думать плохо, как говорит Джулия Кэмерон. И на самом-то деле это страх, это не лень. Ну лень, конечно, иногда мы можем полениться и посидеть на диване, но по сути, когда мы ничего не делаем, мы находимся в творческом тупике. Мы не из-за того, что мы ленивы, а из-за того, что нами овладел страх и мы зашли в этот тупик. Этот страх связан с тем, что когда вы объявляете себя творческим человеком, перед родителями, перед родственниками, мужем, семьей, то большинство родных и друзей это будут воспринимать как протест, что значит ты творческий человек. Значит ты не будешь работать, значит будешь ты каким-то другим, а как ты будешь дальше жить? У всех куча вопросов, потому что нет такой модели четкой и понятной. И естественно, мы начинаем чувствовать себя виноватыми. Тут стоит понять, что это восприятие того человека, что он не знает, что такое творческая жизнь, не знает, как на это можно зарабатывать. Что вы можете сделать, это спокойно объяснить вашим родным, если они беспокоятся, что у вас какие-то планы, что вы хотите, чтобы в итоге у вас получилось. И таким образом, конечно, родные, скорее всего, если они вас любят, они поймут и будут поддерживать. Ну даже если не будут поддерживать, все равно надо продолжать, продолжать. А в итоге, когда вы придете к тому, к чему вы идете, все за вас обязательно все-таки порадуются. И, конечно, в этом нужна вам будет помощь, когда вы выходите из творческого тупика. Помощь нужна разная, как и от близких людей, так и помощь от каких-то профессионалов в этой сфере. Какие-то знания новые, и за это, естественно, нужно не стесняться. Если кто-то где-то вы видите, что может вам помочь, обращайтесь. И, знаете, люди очень на самом деле любят помогать. Это так кажется, что там все сидят и держат свои секреты. Но даже я несколько раз, когда не знала, как делать какую-либо работу, за которую обралась первый раз, я обращалась к тем, кто уже это делал. И те, кто это делал, они уже были как бы профессионалами в этом, совсем не начинающие. И я писала даже через интернет и спрашивала, а как там вы сделали то-то, то-то. И мне отвечали в большинстве случаев, рассказывали, где я что-то не понимаю. И я знаю, что эти вопросы, уже потом, пройдя этот весь путь, были довольно такими элементарными. Но информации на тот момент это было давно, например, не было в интернете. И не всегда можно найти эту информацию в интернете. Люди, в принципе, любят помогать. Потому что, если человек помогает кому-то, он сам себя сразу же начинает чувствовать, ну, как гордость перед собой, что я молодец, я кому-то помог. Поэтому обращайтесь за помощью, и вам, скорее всего, в этом не откажут. И какое же лекарство от страха, по мнению Джулии Кэмерон, это любовь. Любовь, в первую очередь, к самим себе. Когда мы к себе жестоки настроены, вот давай, делай, ты должен, ты обязан, и думаем про себя плохо, это потому что ты ленивый, это потому что ты неудачник и так далее. То, ну, конечно, как такому внутреннему нашему ребенку из этого выбраться? А когда мы себя начинаем лилеть, что ты такой хороший, ты молодец, просто ты сейчас в тупике, ну, ты сейчас начнешь делать маленькие шаги, и за каждый маленький шаг мы себя поощряем. Говорим прямо себе, вот какая Марта, ты сегодня молодец, так классно поработала в мастерской. И все, и уже, знаете, прям легче становится от этого на душе. Вот поэтому любите себя. Также Джулия Кэмерон рассказывает про энтузиазм, и, конечно, без этого никуда. Потому что, да, для большинства людей нужно четкое расписание. Вот мы сегодня за неделю, за месяц должны сделать тот такой важный план, к которому мы стремимся и идем. Это да, все правильно, но без настоящего внутреннего энтузиазма ничего не получится. Даже если у вас будет по вашему расписанию, вот за сегодняшний день сделай там 10 пунктов каких-то в творчестве, но у вас не будет вот этого внутреннего порыва реально это сделать, то большинство заданий, вы даже если сделаете так для галочки, они будут сделаны не так качественно, чем если бы вы делали реально, стремясь к этому. Но, знаете, когда вы начнете делать что-то творческое, и у вас появится какая-то идея, какой-то проект вы захотите вот его реализовать, какую-то работу сделать, и этот энтузиазм, он в принципе сам по себе будет появляться. И я, например, всегда вот в последнее время я просыпаюсь с мыслью о том, что вот сегодня я очень хочу сделать такие-то, такие-то шаги. Не то, что потому, что мне это надо, а я реально это хочу сделать. Творчество, оно как игра. Творческий человек, он всегда немножко ребенок, ребенок в душе, который воспринимает этот мир открыто, как что-то новое видит. Ну мы все взрослые-то дети, да, и творческие люди просто более чувствительны к этому. И когда ты играешь в игру, не работаешь, мы об этом говорили в предыдущих видео, что творчество должно быть не работой, а игрой, и тогда у вас будет это все получаться, то, конечно же, когда работа как игра должна быть прикольная, веселая, и тут важно, чтобы и обстановка у вас была веселая. Джулия рассказывает, как есть идеальные мастерские, красивые, да, вылизанные, белые, там, бежевые. Кому-то, конечно, в таких тоже комфортно. Большинство творческих людей любят яркие цвета, вообще цвета. Ребенку, например, в бежевой, там, однотонной комнате, серой однотонной комнате, станет скучно. Там, где вы занимаетесь творчеством, создайте такую атмосферу, чтобы было вам комфортно. Все тоже про видео, про мою мастерскую, которое я делала для себя, где я шкаф перекрасила ярко, именно так, чтобы мне было весело. Вот действительно, как пишет Джулия Кэмерон, но чтобы это как игра, я прихожу в свою мастерскую, и я там играю, играю в свое творчество. У меня все яркое, необычное, и мне это нравится. Я на это смотрю и радуюсь, и приступаю к этому творчеству. Типа, моя мастерская была серая, это была бы не моя мастерская, вот точно, и игры бы, наверное, у меня там такой не получилось. Но, опять же, каждому свое, кому-то очень комфортно, в таких спокойных серых тонах, черных тонах, белых тонах. И это тоже нормально, если вам комфортно, чтобы было все нейтральное, то создайте именно такую обстановку вокруг себя. Также Джулия Кэмерон рассказывает про творческие развороты. Я бы это назвала немножко по-другому в переводе, не то чтобы развороты, творческие неудачи. Это у каждого бывало. Я думаю, кто что-либо делал творческого, и когда у нас происходят такие творческие, как она называет, развороты неудачи, у нас опускаются руки, потому что, ну, что-то не получилось один раз, и мы сразу уже настраиваем себя на то, что и дальше у нас ничего не получится. Все эти творческие развороты, это такие моменты разочарования. И такие моменты разочарования есть у всех великих людей творческих, которые чего-либо достигли, у режиссеров, у актеров, писателей, ну, и у художников, конечно, тоже. Когда в каждой судьбе художника был момент, когда он уже был готов все бросить, когда что-то явно не шло, не так, не получалось. Но в итоге, если вы не останавливаетесь на этом пути, а продолжаете, вы, конечно, растете. И духовно растете, и как художник растете, и как личность растете. Какая-то неудача не должна вас остановить. И если вы сталкиваетесь с такой творческим разворотом неудачи, вы просто должны спросить себя, а кто мне может помочь сейчас на этом пути? Не зацикливаться на неудачи, а именно искать помощь. И это очень важно, потому что, когда мы в таких разворотах творческих находимся, попросить о помощи мы можем постесняться, или это будет неловким, но это как раз то, что вам поможет. Чтобы свободно работать над своим произведением, художнику нужно хотя бы из практических соображений преодолевать обиды, это гнев, и сопротивление, это страх. И начиная любой творческий проект, стоит тебе задать несколько вопросов перед этим проектом. И здесь Джулия Кэмерон приводит 5 таких пунктов, на которые стоит вам ответить. Я вам оставлю скрин сейчас, наверное, на экране, не буду прям все тут зачитывать, потому что будет много текста, но по сути это надо перечислить какие-то обиды, связанные из детства, подумать о каких-то опасениях, связанных с этим проектом. На что вы хорошее надеетесь, если вы не возьмете за эту работу, это тоже важный пункт, когда мы боимся успеха, это тоже очень часто бывает. И тут такая фраза, которую я очень часто про себя тоже говорю. Я позабочусь о количестве, а ты позаботишься о качестве. Я позабочусь о количестве произведений, которые я сделаю, я буду делать, а ты вселенная, Бог, мир, помощник, ангел, позаботишься о качестве. Это, кстати, очень такая хорошая настройка. Становится легче, ты просто идешь и начинаешь делать. И вот как я вам говорю, руки сами начинают делать эти барельефы, либо какие-то картины. Как будто высшая сила, она начинает нам надиктовать и помогать, что делать. Вот так оно действительно и работает. И дальше задание на эту неделю. Скрин делайте, экраны. Также в описании под видео я их обязательно напишу. И давайте приступать к этой новой девятой неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Пришла в свою мастерскую, как обычно. Я уже на самом деле там поснимала. На балконе у меня все съемки обычно происходят. На балконе нормальное освещение. Тут в этой комнате хорошее освещение только утром, рано. Но я сюда попадаю уже после 10 обычно времени, и солнце уходит. Поэтому тут прям классно снимать в 6 утра. Этот барельеф, в принципе, я зашпаклевала и осталось его ушкурить. Вот этот сейчас я переверну, потому что он мне вверх ногами стоит. Я его в прошлый раз зашпаклевала. И надо его перевернуть, с той стороны еще подшпаклевать. И еще один вот этот, мой второй, третий. Тоже нужно будет шпаклевать. Вот, видите, вот все эти неровности, они не вышкурились. Там углубление, и туда нужно еще добавлять материалы. А здесь у меня вот такой опять образовался бардак. Мне кажется, я в каждом видео могу показывать свою рабочую мастерскую, убирать в ней, и буквально на следующий день будет все то же самое. Я снимала, как делать отделку, и у меня, получается, получились такие... Ой, кстати, надо обложку снять для видео. Получились вот такие вот штуки, с которой я буду переделывать еще в картины, в интерьерные. И в следующем видео я хочу снять, ну, может быть, не в следующем, а через, или еще там у меня есть по моему проекту, по плану. Еще другие видео надо будет сделать. Ну, в общем, из вот этого мы сделаем еще интерьерные картины красивые, и это тоже я покажу. Я купила краску. Вот такую купила, она у меня еще запечатана. Это Альпина. Премиум какая-то, премиальная интерьерная краска. До этого я пользовалась Аква. Представляете, заказала, в общем, краску через Вайлдберрис, потому что она была супер, там какая-то выгодная цена. И заказала две краски. Альпина, вот это вот Аква-эмаль, которую я все крашу, и которая мне очень нужна для вот этих моих работ. И она пришла разбитая коробка, полностью вся в краске. Я хотела было открыть, смотрю, краска прям вытекает с нее. Я ее больше недели ждала, в общем, эту краску. Вот эту вторую краску я взяла просто в дополнение, потому что думаю, ну, если что, возьму вот эту другую, которую я не знаю. И в итоге пришлось брать эту, потому что у меня тут вообще никакой сейчас краски нет. Даже вот какие-то такие диагоналы снимать, нечем снимать. И поэтому я попробую вам потом расскажу, хорошая краска или нет. Но Альпину надо будет перезаказать. Я отыскала все морилки, какие у меня есть. Грязные, надо их протереть. В общем, чего только нету. Так как очень многим понравился паркет мой, который был, то я решила на основной канал рассказать, как я это делала. В общем, я делаю сейчас выкрасы, разные варианты резервов, которые лучше будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, дорогие руки. Вы опять у меня здесь. В общем, мне их отлили. Я сейчас взяла, зашпаклевала, потому что плохо поотливались части. Никуда от них не деться мне. Так что такие дела. Побежала домой. Я пришла к себе в мастерскую, и сейчас нахожусь на кухне. И я сегодня хочу начать небольшую такую переделку балконом прямо на кухне. Здесь я практически не снимаю, потому что толком кухня не закончена, и мне даже невозможно нормально снять. Здесь такой сейчас бардак. И я хочу начать ремонт здесь на балконе, переделать стены, потому что последний раз мы тут делали ремонт более 10 лет назад. Это было очень давно. Но я вам покажу сейчас, что произошло со стенами. В целом все неплохо. Нужно потихоньку здесь кое-что добавить. Шкафчиков сделаны просто из палочек каких-то папа у меня собрал. И так у нас стоит тут всякая техника. В принципе, здесь можно жить. И мы здесь жили с мужем вот так вот, как это все есть. Но идеально было бы здесь все-таки доделать кухню, заказать эту кухню, мебель. Я решила начать с меньшего, сделать, обустроить балкон и разобрать весь этот бардак. Потому что очень много вещей, которым, ну, которыми лет, наверное, 15 в принципе не пользуемся. Как мы уехали со старой нашей квартиры, где там я полжизни прожила, так мы большую часть вещей, которые здесь находятся, никто не использовал. Значит, соответственно, скорее всего, они нам особо не нужны. И, собственно, как выглядит сейчас балкон. Здесь очень много вот вещей в коробках. Я хочу переделать вот эту вот стену. Обычная шпаклевка, и она очень хорошая. Выглядит прям красиво, как декоративная штукатурка. И вот видите, какой цвет даже на камере. Он какой-то голубо-зеленый. Ну, непонятно, выцветший цвет. А был ярко-зеленый. Потому что у меня тут как бы тема. На балконе была такая сафари. И вот такой вот ярко-насыщенный зеленый цвет он был вот там вот на балконе. Но, как видите, вот этот зеленый, такой вот блеклый выцвело. Поэтому я хочу перекрасить вот эти вот стенки на балконе. И вот мне на обзор пришел вот такой материал. Такие кирпичики. Ну, я вообще-то думала, они будут прям кирпичиками, хотя бы полсантиметра толщиной. А оно получается вообще-таки плоские штуки. И внутри, я так понимаю, должна быть натуральная мраморная крошка. Он легкий, взял, приклеил его на какой-то там специальный клей тоже пришел. Так, и что происходит у меня здесь в мастерской? Это кирпичики, которые я буду клеить. Тут у меня поломался мой барельеф. Ну, в общем, сейчас у меня есть часок времени. Я хочу зашлифовать. Вот этот делать я уже начала. Этот готов. И вот тот маленький. Я и хочу вот буквально быстрее сделать и покрасить. Мне уже пришла наконец-таки эта моя краска любимая. И меня ждет новая работа. Вот это вот в круге будет барельеф. Я его буду делать прям в следующем, потому что это прям срочно нужно будет сделать. В общем, я сейчас снимала видео про этот паркет. Собственно, сюда присела вам его показать. Этот паркет я решила расскажу на влог, расскажу историю вообще, как я придумала вот этот весь паркет так расписывать. Вообще идея в том, что на кухне у нас был темный ламинат и хотелось цельный такой тоже темный коридор. Я думала почему-то, что темный будет меньше пачкаться, но по сути из-за того, что я тут устроила мастерскую, в общем-то в той комнате у меня она была, и вот эта вот все шпаклевка, все равно пыль летела какая-то. И там дальше в зале получается в той комнате вот такой бежевый паркет, поэтому переход на бежевый вот таким образом я сделала. Красиво вроде бы. И точно так же из темного переход на светлый, и там вот в ту комнату тоже. Как вообще пришла идея в голову вот такой вот сделать дома паркет? Я еще жила с родителями в другой квартире, не в этой, и училась, только поступила на футграф, это был примерно второй курс, и у нас был предмет батик. Батик мне очень понравился, и кто знает, что такое батик, ты когда резервом, такой специальный резервирующий состав, ты делаешь контур, и потом заливаешь туда цвета, и между собой они тогда не смешиваются, получается рисунок. У себя в комнате у меня паркет там был вообще очень страшный, это уже там 20 лет мы в этой квартире прожили, если не больше, и паркет выглядел отвратительно. С такими проплешинами, в общем, по центру комнаты, где больше всего ты ходишь, были вот такие проплешины в этом паркете, и мы вроде бы попытались все это дело зашкурить. Там, где дерево было без вот этого лака, пятна настолько уже потемнели, просто вот эта вся вода, когда моешь, еще вот эти швабры такие старые были дурацкие, и оно уже никак, в общем, вышкурить невозможно было бы, чтобы вскрыть лаком, и все было как новое, даже несмотря на то, что толщина у паркета-то была большая. И я так, как делала батик, подумала, о, а что если я сделаю здесь, там, дома, по такому же принципу, придумаю какой-нибудь резервирующий вот так состав, и морилками просто распишу. И я как раз увидела, что морилки бывают разные, и папа как раз там несколько принес на выбор, какими замерить это все дело. И я попробовала, сделала вот этот резервирующий состав, придумала. В общем, это было очень даже красиво смотрелось, тем более в старой квартире. Это вообще просто шикарный был паркет, он блестел, и все было красота. Благодаря батику получилась вот такая вот техника, как будто мозаика из таких красивых пород дерева. Кому интересен этот паркет, то заходите на мой основной канал, и посмотрите видео про вот этот паркет, я там подробно расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Я продолжаю свой ремонт. Быстренько хочу на влог тоже заснять, потому что снимаю тут на основную камеру. В общем, вот что у меня тут происходит сейчас на балконе, и я поклеила эти кирпичи. О да! Это было, ну, не сказать, что сложно, но очень жарко, потому что там у нас жара плюс, не знаю сколько, 50 градусов. У меня балкон, как понимаете, он очень нагревается, сплита нету, как я уже говорила. Запоминайте, как это выглядит сейчас, красивыми кирпичами, и я буду их сейчас всячески декорировать буду. На самом деле, пока я клеила эти кирпичи, они уже, знаете, такими роненькими стали. Своё что-то, когда сделал, к стену там покрасил, да, эти стены тоже я красила. Что-то такое сам сделал, и потом ходишь и радуешься. И я вот сюда сегодня пришла, встала, посмотрела на стену, думаю, какая красивая стена, как я её сейчас буду великолепно портить. Вот так блогеры зарабатывают тебе на хорошую зубную пасту. Рекламой. Это, конечно, необычно, когда ты берёшь не только деньгами, получается, а каким-то товарами, продукцией. Пойду снимать рекламу и поработаю сегодня блогером. Пока есть какие-то заказы, это классно, я выполняю с радостью. Собираюсь, сейчас быстренько пойду в мастерскую, сниму рекламу. Не когда мне нужно снимать лицо, чтобы было роговорящее, я стараюсь выглядеть хорошо. В те дни обычно, когда я работаю в мастерской, совершенно другой вид. Волосы где-то там сзади собраны. Наверное, 90%, 99% из всего вообще времени хожу без макияжа. Чёрные упаковки, они, конечно, очень красивые, когда смотрятся в косметике. Столики где-то стоят, так всё эстетика, красота, ничего лишнего, минимализм. Просто любой отпечаток, он остаётся. Ой, какой розовый, яркий, яркий. Да, Ваня, конечно, мальчик, но он видит, как я постоянно крашусь и тоже пытается куда-нибудь себе это намазать. Очень смешно выходит. И сегодня я вам расскажу про итоги этой девятой недели. Я очень много времени посвящала блогу. Я занималась каналом и прям чувствовала себя настоящим блогером. Я всегда, если меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю про то, что я художник. И я вообще очень редко вспоминаю даже о том, что я ещё и блогер. Не знаю, почему. У меня всегда было какое-то отношение к каналу, что это хобби, что мой основной канал, где уже больше 120 тысяч подписчиков, что и этот, конечно же, канал для меня вообще считается прям просто как личный дневник, который как будто никто не читает. Я, конечно, вижу, что есть просмотры, человек там 200-300 уж точно меня смотрит. И если задуматься, это тоже немало. Но к этому каналу у меня отношение как действительно к личному дневнику, где я могу без макияжа, как угодно, в любом виде, где угодно я нахожусь, сесть и что-то на камеру рассказать, чтобы это просто осталось у меня в памяти. И потом я могла вернуться к этим мыслям. Вот так я его воспринимаю. Основной канал же, конечно, я в последнее время, когда, наверное, цифра перевалила за 100 тысяч подписчиков, я стала воспринимать уже не просто как такая творческая моя мастерская, где я делюсь опытом, но я уже начинаю больше следить за тем, что я говорю, какой контент я там несу, как я выгляжу на этом канале. Ну, как-то для меня это стало больше действительно, наверное, работы. Если раньше я делилась тем, что я делала, и просто показывала, что я это тоже делаю, то сейчас я даже заставляю себе контент-план на основной канал, что бы я хотела показать. Я все записываю и постепенно все это снимаю по запросам. Так как на YouTube закрыли монетизацию, в принципе, она есть совсем небольшая. Я думала, вообще никаких денег нет, но я зашла на аналитику, где выводят деньги, и увидела, что у меня, в принципе, там еще неплохая сумма есть, но я ее не могу вывести, потому что заблокирован банк, Сбербанк, и именно на карту Сбербанка это невозможно никаким образом вывести. Я почитала разные варианты, как можно вывести деньги теперь с YouTube, и вот, собственно, этим нужно еще заняться, потому что, как я вам говорю, в принципе, там еще такая нормальная зарплата у меня лежит. Это, конечно, приятно, но пока эти деньги вывести физически у меня еще не получается. Несмотря на то, что канал не монетизируется, да, от рекламы, от просмотров, но можно делать рекламу в самих роликах, что, собственно, я и теперь делаю. Раньше я рекламу брала крайне редко, и очень часто я просто отказывалась. Очень редко, когда у меня было видео какое-то уже готовое, и так вот совпадало, что писали по рекламе, я вставляла эту рекламу в видео. На этой неделе я снимала целых два ролика, в которые была интеграция рекламная. Если один ролик, где реставрация паркета, там просто включена в начале реклама, а второй ролик, получается, у меня практически полностью рекламный, потому что тот материал, который мне пришел на рекламу, собственно, от него уже и пошла вся эта работа, и целый у меня теперь ремонт на балконе. Получилось очень хорошо. Но, в принципе, вести такую блогерскую активную деятельность довольно интересно. Снимать рекламу в целом это не сложно. Мне понравились кирпичики, все классно. Энергозатратно уж очень для меня вышло, потому что я больше сейчас сделаю упор, как я вам говорила, на свои творческие барельефы. И, соответственно, эту неделю я уже меньше посвящала времени именно своим работам и больше снимала для канала, вот занималась вот этими кирпичами. Деньги, в принципе, тоже надо зарабатывать. Хорошо, что есть какие-то заказы, и поэтому вот занимаюсь таким. Конечно, немножко поработала над барельефами, придумала еще некоторые работы, которые я тоже хочу сделать. Ну, все про барельефы. На этой неделе очень активно занималась своей запрещенной соцсетью, которую нельзя называть, но вы сами понимаете, какая. Раньше мой внешний вид вообще-то мне нравился, и я вам даже, наверное, могу вставить вот до, как выглядела лента у меня, и как она начинает выстраиваться сейчас. Я прям придумала свою такую концепцию, идею, я не знаю, насколько это там правильно. Визуальный ряд сейчас идет с трендами или не с трендами, но мне, по крайней мере, нравится, как сейчас все начинает выглядеть. Я архивировала больше, наверное, 70% всех моих публикаций в этой запрещенной соцсети. Я вам даже могу здесь пролистать архивированное, как оно выглядит. Вот там просто куча разных фотографий, я, семья, какие-то рисунки, и акварели, и живописи, все подряд. Ну, в общем, это был мой мир, я так жила последние три года, я вам как рассказывала, что, в принципе, последние года я вообще не писала картин, ну, так как была большую часть времени с сыном, писала в скетчбуках, всякую, в общем, занималась ерундой. Но, тем не менее, это тоже классный был опыт, я занималась эти года больше саморазвитием каким-то. Не впустую эти года были тоже пройдены, и только, я думаю, благодаря этому, что я смогла взять такую большую паузу именно в творчестве, когда я начинаю что-то делать, картины или рельефы, у тебя эти идеи начинают идти еще больше, и больше, и больше, и ты уже не можешь, как будто, знаете, это колесо вот это остановить, потому что ты сделал одну картину, и ты понимаешь, ага, а вот в другой картине я могу сделать еще лучше, и ты начинаешь другую делать. А вот именно в момент, когда есть такая возможность вынужденная, как у меня была, остановиться и ничего не делать, и ты и у меня села моя основная камера, поэтому я вот включила свою вторую маленькую камеру, здесь не очень хороший звук, микрофон сюда, вот как можно было делать такую классную камеру и без возможности включить в нее микрофон, такое какое-то странное, конечно, освещение, я холодная, там все тепло, было ли что-то синхронное на этой неделе, я хочу сделать свой сайт, я зашла на эту платформу, где обычно я делаю эти сайты, и посмотрела на цену, у них там скидка сейчас была, я делаю на Викбо, это раньше они назывались Go Photo Web, очень рекомендую, там прям реально удобно, удобнее, чем на Викс, потому что я посмотрела, как на Викс все это делается, вот у Викбо очень прям все удобно, техподдержка у них хорошая, они всегда отвечают, если что-то ты не понимаешь, ты можешь хоть 500 раз у них спросить, реально все помогают, рассказывают, в общем, зашла я посмотреть, почем, там сейчас сайты, за бизнес-версию, что-то типа около 6 тысяч, и у меня на карте на тот момент, когда я его хотела приобрести, не хватало, буквально там, ну не знаю, рублей 700, сумма была меньше, и ближайшие денежные эти поступления, они планировались там в течение каких-то нескольких дней, какой-то сегодня день, вообще у меня не съемочный, я столько хотела сегодня снять, то батарея села, то карточка закончилась, прям какой-то большой шмар, все идет не так, сбивают мне эти камеры, и я сижу и думаю, вот бы они сделали скидку какую-нибудь так, чтобы мне хватило, вот еще вот минус 1000 рублей, и я прямо сейчас бы могла его оплатить, я об этом подумала, ну понятное дело, вряд ли у них уже есть там действующая какая-то скидка, ну куда еще больше они вряд ли сделают, я об этом подумала, буквально на следующий день я открываю свой сториз, как художница Катя Лисич, я на нее подписана, кстати, обожаю ее арт-влоги, если вы не знаете эту девушку, вам прям советую, зайдите на ее YouTube канал, у нее Instagram, кстати, очень хороший, красивый, такой прям эстетически красивый, и YouTube, она ведет разные арт-влоги, снимает, если вот вы любите подобный контент, типа арт-влогов, вот у нее тоже очень классный, она в своей мастерской, много тоже работает, картины пишет, в общем интересно, и я в Instagram вижу пост, что Катя тоже делает сайт как раз таки на Вильбо, и от нее промокод, она пишет, что используйте мой промокод, и вы получите еще 10% скидка суммируется с тем, что у них есть, и я захожу, ввожу ее промокод, и вы не поверите, у меня сумма итоговая выходит ровно столько, сколько у меня на карте, и я думаю, вот это да, вот это совпадение, подумала, послала в космос свой запрос, и вот тебе получить, я очень удивилась, потому что реально это вот получилось так, тютелька в тютельку, я конечно обрадовалась, оплатила сайт, и теперь вот в общем буду заниматься ближайшее время наполнять этот сайт, там конечно работа уже такая не очень быстрая, много чего надо сделать, но я уже начала это делать, и это вот такое вот было, синхронность была на этой неделе, у меня эта неделя растянулась чуть больше, чем 7 дней, получается, немножко я во времени растягиваю эти недели, не получается мне прям четко за 7 дней пройти ту неделю, которая есть, вот это вот продолжается, уже вторую неделю, немножко сдобегаются, да, эти видео, так получается, вот в начале недели, получается, вот этой 9, я была на тренировке, занималась на пилоне, и осталась после уже тренировки на пилоне, которая и так была, как бы физически такая, довольно активная, я осталась еще позаниматься, и целый час я еще самостоятельно занималась, мы там вдвоем с девочкой остались, и она мне рассказывала, как сделать некоторые трюки, которые у меня давно не получились, и они у меня получились, они очень физически сложные, реально, и в общем-то, я еще в конце сделала переворот несколько, и повредила шею опять, да, в предыдущий раз я вам рассказывала, что повредила эту шею на йоге, и это было совсем чуть-чуть, она у меня так поболела там пару дней, а сейчас прям конкретно, очень сильно, я прям ходила как терминатор, больно было даже спать, еще давно у меня такого не было, прям сильного с шеей, и практически всю эту неделю я носила вот этот ошейник, даже работала получается в нем, но потихоньку все это прошло, и сейчас я уже более-менее себя чувствую, еще есть эта боль, но вот я могу, по крайней мере, снимала, я уже последнее видео клеила кирпичики без ошейника, я видела, но хотя, по идее, конечно, лучше бы было бы в нем, но это к чему говорю, что даже такие физические препятствия не препятствия для меня, ну, болит шея, что поделать, я же могу что-то делать, значит, я продолжаю это делать, и про творческое свидание, так как у меня на этой неделе очень болела шея, и я в основном передвигалась, как я вам говорю, мне очень сложно было вообще, в принципе, ходить, творческое свидание у меня было немножко странно, проходило образом, я не знаю, можно ли это считать творческим свиданием, но оно у меня было путешествие по гугл карте, я не знаю, кто так делает еще, путешествуете ли вы по гугл карте или нет, но я смотрела некоторые видео на ютюбе, и меня заинтересовали местности, которые я видела в этих видео, европейские некоторые города, и мне настолько понравились прям некоторые локации, которые были в тех видео, что я решила загуглить, просто как это выглядит, не просто на профессиональной камере того человека, который снимает, а как это выглядит на самом деле, и меня это так увлекло, вдруг вы не знаете, что в гугл вы можете выбить любой адрес, любой город, практически везде это существует, и посмотреть, нажать, что здесь, и у вас откроется улица, на которую вы нажимаете, и вы попадаете прям вот во всю эту локацию, 3D, такая реальность, вы можете ходить прям по улицам, как будто вы идете, смотреть по сторонам, это очень интересно, конечно, увлекательно, и я вот таким образом, в принципе, наверное, целый час, пока спал ребенок, ходила в гугли, вот так вот, по разным городам, по разным локациям, посетила некоторые места, в которых я была, некоторые места, видела в таких, мне захотелось посмотреть, где это было, интересно, также еще смотреть локации, я раньше это очень любила, знаете, фильм какой-нибудь смотришь, или сериал, да, где были съемки, а раз не получается путешествовать, да, в реальности, то хотя бы таким образом, и знаете, эмоциями, ты так тоже подзаряжаешься, как будто действительно, ты где-то побывал, в каком-то месте, что-то увидел, новое, мужское свидание, было у меня вот таким вот путешествием, и также еще на этой неделе, мы очень классно ходили в гости к нашим друзьям, я не могу сказать, конечно, что это творческое свидание, но по крайней мере, я отдыхала от работы, не была здесь в мастерской, ничего не делала, вот этих пыльных, каких-то сложных работ, потому что действительно, на этой неделе физически, я работала сложно, а мы очень классно посидели с друзьями, наши малые, тоже прям они лучшие друзья, и это классно, им было весело поиграться, я отдохнула действительно прям на этой душой, это была тоже такая часть, которая наполнила мой колодец, для чего мы делаем эти творческие свидания, напомню, что это, как говорит Джулия Кэмерон, наполняем колодец, вот все вот эти ваши эмоции, куда-то сходили, что-то увидели, в гугле походили, да, либо к друзьям, либо у вас была какая-то интересная встреча, не важно, что у вас происходит, стихотворение красиво прочитали, уже наполнили ваш колодец, и в целом, неделя была довольно позитивная, очень такая активная, рабочая, блог тоже надо вести, но в плане творчества, я надеюсь, на следующей неделе, я планирую покрасить все-таки свои барельефы, в общем, буду продолжать работу на следующей неделе, и спасибо вам большое за просмотр, увидимся скоро, на следующей неделе, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok